Девушки отдыхают Девушки отдыхают Например, я знаю, что это королевский дворец? Верно Вот видите Вам приходилось бывать во дворце? Да, почти везде, кроме, конечно, Нанхана Вы имеете в виду Гарем? Да, красивое место Говорят, его называют Вселенной с одним солнцем и тысячей лун Само собой, солнце – это король Боже мой Да, у них тут своеобразный язык Говорят еще, что король – это диск света, вокруг которого все вращаются Сколько женщин вращается вокруг этого диска света? Тысяча, а может, еще больше Правда? В книге об этом ничего не сказано? Против вашей книги, миссис Оуэнс, я ничего не имею, но сами подумайте Это Сиам Здесь нет даже нашего консульства Видите ли? Миссис Оуэнс, разрешите представить его превосходительство, премьер-министр Сиама Кролохом Ваше превосходительство, мэм Анна Оуэнс Вы женщина, которая будет учить детей королевской семьи? Да У вас есть друзья в Бангкоке? Нет, я в Бангкоке никого не знаю Вы замужем? Я была замужем, мой муж умер Давно умер ваш муж? Год назад Кем он был, ваш муж? Он был офицером армии, Ее Величество Служил Спросите его превосходительство, зачем ему это нужно знать Мой господин говорит, если он спрашивает, значит, мэм должна отвечать Скажите вашему господину, что его должны интересовать только мои качества гувернанты А моя личная жизнь его не касается Мой господин говорит, что мэм может не отвечать ничего Его рабы доставят ее во дворец Пусть подождет Ваше превосходительство Мне было обещано, что, когда я прибуду, мне будет предоставлен мой собственный дом Я прошу отвезти меня туда Мой господин говорит, если мэм не желает идти во дворец, она может идти куда ей угодно Такой грубости я еще не встречала Миссис Оуэнс, в вашей книге должно быть написано, что личные вопросы здесь задают только из вежливости И никакой грубости не было Его превосходительство встретило вас лично, вы женщина А женщин сиями не существует Их просто не существует Надеюсь, мне не придется иметь с ним дел Миссис Оуэнс, советую вам понять Без него вы здесь ничего не можете На вашем месте я утром первым же делом с ним бы поговорил Скажите, что вы просто не поняли Постарайтесь извиниться Кажется, ночевать вам придется на корабле Но утром я проводить вас не смогу Мы пойдем вниз по реке Ладно, кого-нибудь найду Спасибо, капитан Ортон Не за что, мэм Не беспокойтесь, мэм Король оплатил ваше путешествие А он умеет считать деньги Он предоставит вам возможность делать вашу работу Он не собирается нас ждать Доброе утро Я хочу увидеть вашего хозяина Я спрошу Подождите Смешные у них буквы Не надо, сынок Иди сюда, и тихо жди Прошу вас следовать за мной Спасибо Вам придется подождать Что мне еще нарисовать? Дай подумать Нарисуй, Слана Я уже нарисовал Давай уйдем Надо ждать Мой господин желает знать, зачем вы пришли Что вам угодно Скажите его превосходительству, что я не поняла, что он оказал мне честь, встретив меня Я сожалею, что вела себя невежливо и пришла об этом сказать Мой господин спрашивает, действительно ли мэм сожалеет о том, что у нее было дурное настроение Или она говорит, что это только потому, что желает попросить об услуге Я Скажите, что и то, и другое Я сожалею и прошу помочь мне приступить к работе Почему на нем нет куртки? Тише Давай уйдем, он мне не нравится Как тебя зовут, мальчик? Луи Овенсер Ты меня боишься? Кажется, нет Это хорошо Ты мне нравишься Садитесь Спасибо Ваше превосходительство говорит по-английски Я не знала Знать все сразу не обязательно Почему вы не хотите жить во дворце? Ваше превосходительство Мне нужно место, куда я смогу уходить после исполнения ежедневных обязанностей Что вы хотите делать вечерами, чего нельзя делать во дворце? Вы не понимаете ваше превосходительство? Это не какая-то глупая прихоть Я приехала учить, потому что должна работать, чтобы содержать себя и своего сына Почему снова не выходите замуж? О нет, никогда Теперь я хочу только воспитывать сына Он очень похож на отца, и я хочу, чтобы он вырос таким же Это очень трудно в чужой стране Поэтому нам нужен свой дом Для меня это очень важно Ваше превосходительство Пожалуйста, поверьте Прошу вас Вы говорите, что король обещал вам дом Да, ваше превосходительство, у меня есть письмо Не трудитесь, я не думаю, что вы обманываете Но иногда его величество не помнит своих обещаний Может быть, вы ему напомните? Мэм, если я скажу королю, что он нарушает обещание, то разбужу его гнев Я думаю, что вызывать королевский гнев надо по более важным вопросам Хорошо, если вы боитесь, я сама ему скажу Прошу вас устроить нашу встречу как можно скорее Хотите сказать королю, что он нарушает обещание? Да, если это необходимо Если он хочет гневаться, потому что нарушил обещание Мэм, я устрою вам встречу Когда? Я не знаю, его величество сейчас очень занято Настолько, что даже не помнит, что пригласил меня К сожалению, Новый год и ваш приезд совпали Новый год важнее Больше десяти минут это не займёт А после Нового года праздник Сонкранк с фейерверками Он продолжается около недели Потом будет кремация покойного двоюродного брата И всё-таки? Затем его величество отправится в путешествие по реке за священным белым слоном Далее церемония пострижения волос старшей дочери Что же я буду делать всё это время? Ждать Жить в дворце и ждать Но это смешно Я приехала, чтобы учить Мэм, наша страна просуществовала тысячи лет до вашего прибытия И должна существовать дальше Может быть Но я намерена выполнить свою часть договора и уверяю вас Того же самого я ожидаю от короля Мэм, я не думаю, что король вспомнит своё обещание Но думаю, встреча будет очень интересной Думаю, этот не стоит открывать В нём полно вещей, с которыми я не знаю, что делать Да, мэм, Сахип Биби, перестань плакать Яша сказала, Мунши скоро придёт Я больше никогда его не увижу Говорят, что он не может жить с нами Чепуха Ты неправильно поняла Просто сейчас для него нет комнаты Да, мэм, Сахип Ты не помнишь, куда я положила постыни? Фейерверки Сегодня Новый год Нет, мама, сейчас апрель А здесь Новый год Глаз не сомкнулось, и мы не постелим свои простыни Пойдём после обеда смотреть фейерверки? Посмотрим Да, вот они Вспомнила Держи, Биби Ладно, идём, дорогой Надо распорядиться насчёт обеда Мы хотели бы пообедать Что-нибудь съесть Еда Подождите В какой части дворца мы находимся? Бедняжки Они не понимают Почему они закрыли дверь? Я не знаю Что они делают? О, нет Так вот, почему Мунши нельзя быть с нами Уходите Биби Как нехорошо А я говорила с такой уверенностью Луи, прости свою маму Я думала, что у нас будет свой дом А привела тебя прямо в гарем Что это значит, мама? Что такое гарем? Это... Не спрашивай сейчас На такие вопросы надо давать правильный ответ Я его дам, но не сейчас Май, 31 день Июнь, 30 день Зачем мне надевать этот костюм, мама? Не капризничай, дорогой Идём, надо спешить Куда же я положила? День настал, мэм Жаль, что мэм пришлось ждать окончания Нового Года и кремации Но всё-таки ваша встреча опередила белого слона Кто представит меня королю? Я сам вас представлю Во-первых, надо соблюдать правила появления в присутствии Его Величества Предположим, что Повелитель Света сидит здесь Дверь здесь О нет Таков обычай страны Я не смогу Не очень жаль, но я не смогу Его Величество весьма ощепетелен в таких вещах Ваше Превосходительство Я намерена выразить Его Величеству всё моё уважение Но ползать по полу я не буду Я не стала бы этого делать даже перед моей королевой Что вы делаете в присутствии вашей королевы? Я покажу Делайте, как знаете, мэм Но помните, не только у вас есть характер У короля он тоже есть Я вас позову Ждите Мама, я могу ходить на коленях, если надо Это легко Луи, ты должен войти и поклониться, как я тебе показала Не смей присмыкаться, как червь Не смей Хорошо, мама Может, они нам не рады Ведут себя, как дети Мэм, готова? Вполне готова Извините, мэм Его Величество закончило аудиенцию Значит, меня он так и не примет? В другой день, не сегодня Я хочу, чтобы меня представили сейчас Я не советую Луи Кто-кто-кто? Ваше Величество Представляю вам новую английскую гувернантку Миссис Анну Оуэнс И её сына Луи Сколько вам лет? Вы не похожи на человека науки, способного учить Сколько вам лет? Мне 150, Ваше Величество В каком году вы родились? В 1712, Ваше Величество И сколько лет вы были замужем? Несколько, Ваше Величество Сколько у вас внуков? Сколько, сколько, сколько? На этот вопрос так быстро не ответишь Я задаю вопросы быстрее, чем вы даёте ответы Вы не боитесь говорить королю, что его что-то не касается? Если бы я боялась Его Величества Это бы ему не польстило Ничего не бояться Это хорошо для учёного Я думаю Что из вас получится очень хороший учитель Это мои жёны Это Чоу Чонсон Лин Она любимая Они не говорят по-английски А мне некогда их учить Я занят государственными делами Сейчас придут мои дети У меня прекрасная идея Вы будете учить всех моих жен, способных к учёбе Сиам станет современной страной Очень хорошо Все говорят по-английски Я буду очень рада, Ваше Величество А вот и мои дети Сколько их, Ваше Величество? Разумеется, здесь не все Только те, кто уже может учиться в школе У меня 67 детей Немного Я поздновато женился Кто из них старший? Вот Это принц Чулаланкорн А это принцесса Фаинь Это принц Тувавон Нет, слишком много Нужно время, чтобы запомнить У вас чудесная семья, Ваше Величество Жаль, что у меня не 67 детей Это невозможно Очень смешно Он дурак Вы понимаете значение слова «проворство»? Ваше Величество очень хорошо его демонстрирует Видите? Она всё поняла А этот невежда и лентяй Мой секретарь Ничего не понимает Хочет только одного Спать и спать 12 июня 1862 года Это сегодня И значит, у меня день рождения Видите, я молот и силён Я проворен, как молодой человек Конечно, Ваше Величество Как же я могу быть лишним человеком? Как? Может быть, Ваше Величество Немного объяснит? День рождения должен быть радостным днём А что произошло? В английской газете Сингапура Написано, что я Эспайрмен Король не может быть лишним Как я могу быть лишним в работе, которая так необходима? Кто займёт моё место? Я вас спрашиваю Кто займёт моё место? Ваше Величество У слова «спай» есть два значения Одно из них лишний, а второе – стройный В газете не хотели сказать, что вы не нужны Просто худощавые Почему вы мне перечите? Я только хотела помочь Вы сказали, что я не прав Это не помощь Как король может быть не прав, а женщина права? Я спрашиваю, как? Боюсь, Ваше Величество, что иногда так бывает Сразу видно, что вы не учёный Почему вы здесь? Потому что вы сказали, что намерена открыть сегодня мою школу Мои астрологи – глупцы Как в такой день открывать школу? Можете идти Хорошо, Ваше Величество Но поскольку вы отложили открытие школы, я хочу кое-что обсудить Освободившееся время я могу использовать, чтобы устроиться в своём доме Дом, дом, дом В доме, который вы мне обещали Условия неожиданно изменились Вы же согласились учить наших жён? Конечно, Ваше Величество Как же вы будете их учить? Нам будет приятно, если вы поселитесь во дворце Если Ваше Величество помнит, мне был обещан дом Я помню, что обещал Кто здесь король? Напоминаю Я не знаю условий, которые могут возникнуть Я ничего не знаю Только то, что вы мой работник Нам будет приятно, если вы останетесь жить во дворце И вы должны повиноваться Я готова повиноваться всем вашим приказам Коль скоро они касаются моих обязанностей учителя Вы будете жить во дворце, вы будете жить во дворце, вы будете жить во дворце Вернитесь Вернитесь Я приказываю вам вернуться Этот король плохо воспитан Мама его точно не учила, что кричать нельзя Женщин здесь почти ни во что не ставит Как король может быть не прав, а женщина права? Нет Диск света со мной так говорить не будет Биби, выйди в другую комнату Что вам угодно? Мне разрешено входить в запретный город Поэтому я лично отведу мэм в дом, который его величество милостиво решил ей подарить Этот дом вне дворца? Его величество велел передать, что он желает выполнить свое обещание полностью Что? Какой он? Там есть стойло для моего пони? Река рядом? Луи, это ужасно Он сделал это нарочно, чтобы преподать мне урок, поставить на место Но он пожалеет о сегодняшнем дне Если, конечно, знает значение слова, пожалеть Разбирай вещи, Биби Все разбирай Но, мам Сахип, вы же сказали Это не имеет значения Я получу свой дом, даже если ради этого придется остаться тут навсегда Я не допущу, чтобы надо мной смеялись Ни за что Миссис Оуэнс любезно изменила свои планы и будет жить в королевском дворце А поэтому всегда сможет отвечать за вопрос обучения Повелеваю вам быть прилежными И полностью использовать эту возможность Ради вашего блага и блага нашей страны Прошу внимания Порядок, пожалуйста Тихо Порядок Тишина Тишина Порядок Тишина Порядок Неужели никто не понимает по-английски? Они думают, что вы носите такое платье, потому что у вас толстые ноги Вы говорите по-английски Доброе утро, сэр Я очень рада вас видеть Я думаю о вас очень часто Вначале сотворил Бог небо и землю Миссионер Вас учил английский миссионер Тиан Леди Тиан Да, сэр Какая удача Я попрошу вас помочь мне объяснить остальное Хорошо, сэр Доброе утро, сэр А теперь начнем урок Обычно начинают с изучения английского алфавита Но я хочу удивить его величество и расскажу кое-что об англичанах Мы начнем с того, что выучим одну-две песни Или одно-два предложения, в которых отражается английский характер Вот, например Это старая поговорка Если человек обманывает мое доверие То позор ему Но если я дам обмануть себя дважды То позор мне Тут что-то написано Прочти мне, о, отец Ты не поймешь, малышка Но я уже целый месяц учусь Английская мэм Чак говорит, что я очень умная И ты будешь доволен Расскажи, чему тебя учат в школе? Доброе утро Вот вам мысль на сегодня Отложенное обещание Отсроченная справедливость Забытое обещание Несказанная правда В гостях хорошо А дома лучше Забытое обещание Забытое обещание Забытое обещание На сегодня хватит А теперь будем учить алфавит Смотрите на ваши дощечки и слушайте А я буду называть буквы Доброе утро, Ваше Величество Вы хотите что-то сказать нашему классу? Нет Нет Г Лучше дома нет ничего Не петь Если петь надо, то пою я Ваше Величество Началось Тунграмон Мы потеряли Камбоджу Наш губернатор заключил договор с правительством Франции Французы признали независимость Камбоджи от Сиамы и взяли под свою защиту А губернатор отказывается хранить верность вашему величеству Итак Верблюд сунул нос в шатер Разделение Сиама началось Мы знали, что этот час когда-нибудь настанет Время разговоров прошло, пора действовать Что мы будем делать? Ничего Мы ничего не будем делать, потому что ничего сделать не можем Ваш отец однажды выколол такому человеку оба глаза И держал в клетке на солнце Над прохладным ручьем, пока предатель не сошел с ума Мы не имеем права тратить наши силы на то, что нельзя изменить Мы должны использовать все, что у нас осталось, чтобы сохранить то, что осталось от Сиам А если нельзя спасти все, что осталось Будем спасать то, что можем Скажите мне, Тунграмон Когда-то я пришел к вам И попросил оставить спокойную жизнь и стать королем Если бы я сейчас Попросил вас принять такое решение Что бы вы мне ответили? Подумайте, прежде чем отвечать Подумайте, что для вас это значит Ты чувствуешь большую ответственность передо мной, да, Чоунг-кун? Вы до сих пор могли бы жить мирно в монастыре, если бы я не убедил вас Может быть, вернуться еще не поздно Подумайте об этом О монастыре вместо дворца, где только враги и опасность Вы знаете, что это еще не конец Кораблей европейцев, жаждущих наживы в наших морях все больше Они сильны и хитры Они знают, как настроить вельмож против нас Как их подкупить и запугать Как вы собираетесь защитить Сиам в схватке с внутренними и внешними врагами? Ведь вы можете погибнуть Я сослужил вам плохую службу Нынешнее положение – моя вина Я думаю, ты присваиваешь себе слишком много заслуг, Чоу-кун Каждый человек рождается для своего дела Я рожден для этого Я был принцем до того, как стал монахом Позволь спросить тебя Если бы ты был на моем месте, каким был бы твой ответ? Вот и признай за мной те же заслуги, которые признаешь за собой, друг мой Если бы у нас было больше времени Она научила этому кого-то еще Она? Это женщина и ее дом Хватит! Учись в нее, мой друг, и никогда не сдавайся Дай ей дом Но дай ей дом Если она послан нам как знак, значит заслуживает награды А если нет? Все равно дай ей дом, пока она не свела меня с ума Очень мило Да, мам И рыбы здесь нет Рыбы нет Вам нравится? Здесь может быть очень уютно Само собой, наше желание таково, чтобы мэм была вполне довольна Я довольна Вполне ваше превосходительство Я сказала, что получу дом, и я его получила Но теперь вы можете вернуться к королю и сказать, что он может забрать его обратно Я не буду в нем жить, пока крышу не покроют рубинами Еще передайте королю, что я не буду жить в стране, где обещание ничего не значит, просто ничего Я не останусь в Сиаме ни на минуту дольше, чем должна, даже если король отдаст мне весь свой дворец Всего доброго, ваше превосходительство Я узнаю, в котором часу он отплывает Утром сразу же отправимся на корабль Если Луи проснется, скажи ему, что я скоро вернусь Хорошо, мэм, Сахиб Как вы смеете со мной так обращаться? Я требую объяснений и предупреждаю Тише Что я британская подданная Вы в безопасности не по этой причине Я мог бы вас убить, если бы захотел Здесь это просто Вы порадовались вашей победе, получив дом? Сейчас вы обрадуетесь еще большей победе Я должен вас кое о чем попросить Не потребовать, а попросить Чтобы вы остались в Сиаме Вы можете делать, что пожелаете, сэр О чем бы вы ни просили, я не соглашусь Если вы не останетесь в Сиаме, то куда поедете? Я не знаю Есть место, где вы сможете прожить? Какая вам разница? Отвечайте, сэр Пожалуйста, не называйте меня так Я говорю вам, сэр, чтобы вы не чувствовали себя униженной, как женщина Но если вы будете говорить, как женщина, я перестану вас так называть Сейчас вы думаете, что здесь вы никто Но все может измениться Как это может быть, если у короля каждый день меняется настроение? Король непростой человек Это действительно так Он одинокий человек Одинокий Мэм, я за вами наблюдал Я думаю, что вы здесь нужны Я думаю, вы знаете, в чем правда многих вещей И знаю, что у вас хватит смелости и высказать Рядом с королем нет людей, подобных вам У него много жен, но они не могут ему помочь Вы можете говорить с ним, как женщина, так, как они не смогут И он будет вас слушать, потому что, зная для себя самой, вы ничего не ищете И не буду искать особенно возможности вращаться вокруг короля Помощь ему не нужна Мэм, почему вы не видите? Почему? Он – это два человека Один – это король, каким был его отец Другой пытается стать человеком нового мира Человеком науки Который желает овладеть современными знаниями, чтобы спасти свою страну Но алчные европейцы столпились у наших дверей Они говорят, что Сиам – варварская страна, которой надо управлять Вот почему король должен овладеть современными знаниями Он взялся один за непосильную работу, без всякой помощи Его ненавидит собственный народ Народ не хочет перемен А иногда в самом короле оживает враг Который не может измениться О, мэм, вы слепы Неужели у вас нет глаз? Он живет не холодным умом, как я, но сердцем Сердцем, мэм Как и подобает королю А потому изнутри разрывается на две части И к кому он может обратиться? Кому довериться? Он очень одинокий и странный человек И все же, я готов Я готов за него умереть Я боюсь, что я была не очень внимательной Мэм, я не могу обещать, что вам всегда будет легко У нас есть поговорка Иди по суше и встретишь тигра Плыви по реке и встретишь крокодила Но здесь Вы сможете жить не напрасно Ваше речество однажды намекнул, что я могла бы оказать ему некоторую помощь Ведя его корреспонденцию, делая переводы Аллак, пиши письмо Миссис Оуэнс, милостью нашей гувернантки Сиамского двора И так далее И так далее, и так далее Дорогая мэм Я получил ваше письмо, где вы предлагаете вашу помощь В ответ заявляю вам, что вы наняты в качестве школьного учителя И никак иначе Думаю, что вы должны сами задать себе вопрос Интересуются ли ваши ученые более средствами языка, нежели песнями и поговорками о домах? Ответа определенно нет Вы говорите по-английски? В моей семье уже давно говорят по-английски Как вас зовут? Топтим Очень забавная обезьянка Но пока она здесь, мы не можем работать Унесите ее до окончания урока Она будет себя хорошо вести, мам Она очень умная, но я не разрешаю ей остаться Унесите ее, Топтим Если она заставляет людей смеяться в этом мануэлом дворце, то это хорошо Я не хочу рассказывать об этом Его Величеству Его Величество подарил мне обезьянку Но не за тем, чтобы приносить в школу Идите к королю Если хотите Мэм Не надо ссориться с новой фавориткой короля Вы проиграете Продолжаем работать Мы уже потеряли много времени Мэм В книге есть одна вещь, в которую я не верю Какая вещь, принц Чулалон Корн? В ней мир показан, как круглый шар, который вращается на палочке, продетый через середину А все знают, что мир покоится на спине огромной черепахи, которая не дает ему лететь к звездам И где ты взял эту книгу? Я дал Но ты должен был спросить у меня Извини О том, как устроен мир, есть множество историй, ваше королевское высочество Я постараюсь их вам разъяснить А пока что будем учить буквы Но я знаю все буквы, мэм A, B, C, D, F, G Тихо Пожалуйста, я знаю, что вы очень способный ученик И сделаю все, чтобы вам помочь Но пока я прошу вас прочитать класс вслух Вы хотели меня видеть, леди Тиан? Да, сэр Я рада, что вы остались Хочу поблагодарить вас, что предупредили насчет Топтим Да, сэр Я не совсем понимаю, почему Топтим фаворитка Я думала, что леди Сан Клин Как вы думаете, почему леди Сан Клин здесь нет? Я решила, что она, наверное, заболела или она в тюрьме За что? За то, что играла в азартные игры Это запрещено, но будь она фавориткой, в тюрьму бы не попала Мы можем что-нибудь сделать? Она молода Привыкнет Я помогу ей, когда будет можно Но это трудно Я в немилости у моего господина С недавних пор Стол моего господина Я пробую блюда Это все Король боится, что его отравят? Да, сэр Я охраняю своего повелителя Вот и все Мне очень жаль Нет, сэр Не надо меня жалеть Я Чоу Чо Манда Мать наследного принца Принца Чулалун Корна? Да, сэр Да Это мой мальчик Вам нравится мой мальчик? Да, конечно Вы думаете, что мой мальчик выучится? Да Он очень способен Прошу вас, мэм Не смотрите на то, что ему трудно Трудно учиться у женщины Он очень хочет учиться Пожалуйста Помогите ему научиться всякой мудрости Это самое главное Да, конечно Я уверена, он прекрасно справится Что ж, пожалуй, можно выпить большую чашку чая Луи Луи Спасибо, леди Тиан, за вашу помощь До свидания Хотите чаю? Я очень хочу Да Можно, пожалуй? Боже Что случилось? Советую объяснить Я ничего не понимаю Он говорит, что никто не может прикасаться к его голове, потому что она священна И к плечам тоже Всякий, кто ударит меня по голове, будет казнен Когда я стану королем, никто не сможет стоять так, чтобы его голова была выше моей Знаешь, как они дерутся? Берут длинные палки и бьют друг друга по ногам А он даже этого не хочет Это требует большого искусства Я бы здорово его поколотил Понятно И все-таки, почему возник повод для драки? Он заявил, что я не мужчина, потому что сказал тебе, что жалею, что дал ему книгу А мужчина никогда не должен извиняться перед женщиной Скажите, ваше королевское высочество Если бы отец сделал вам замечание, вы бы обиделись? Он мужчина, очень мудрый, он знает все А в нашей стране я могу быть для Луи почти как отец, хотя я и женщина А поскольку я его очень люблю, он знает, что я желаю ему только добра Поэтому он слушает за меня так же, как и вы, вашего отца Вряд ли мне понравилась бы страна, где так живут Но раз уж это так, я не вижу нужды в драке Будет лучше, если вы подружитесь Да, он не трус Он бы стал драться на палках Ну, тогда ладно Так-то лучше Увидимся завтра в школе Мам Сахиб, Мам Сахиб Это конец, конец Я знала, что он настанет Не говори глупости, Биби, что случилось? Пришли посыльные Король желает вас видеть, что он может хотеть ночью Не знаю, помоги мне одеться Ваше Величество Мэм, я думаю, что ваш Моисей был глуп Моисей? Моисей, Моисей, Моисей Конечно, он был глуп Вот что он написал Мир был сотворен за шесть дней Мне известно, что на это ушло много веков Я думаю, что он был глуп, раз так написал Каково ваше мнение? Вы послали за мной ночью, чтобы это спросить? Да Каково ваше мнение? Неужели нельзя было подождать до утра? Мэм, вы говорите, что хотите помогать учиться и так далее Вы хотите помогать или нет? Простите, Ваше Величество Я хочу помогать, если смогу Тогда каково ваше мнение о том, что говорит Моисей? Мэм, мне необходимо прочесть все европейские книги, чтобы познать науки современного мира А написано много всего Написано целые горы И знание погребено под этими горами Подумайте, ведь прочесть столько за одну жизнь сложно И как вы не все познать, если в разных английских книгах написано разное? Ваше Величество Библия написана не учеными, а верующими людьми Так они объясняли чудо сотворения А это великое чудо Независимо от того, как долго оно совершалось Шесть дней или несколько веков Я думаю, что наука не противоречит Библии Она лишь помогает нам понять, сколь великое это чудо А я все-таки думаю, что Ваш Моисей глупец Вы можете идти Моисей, идея В три часа ночи Надо, чтобы ему кто-то объяснил Что происходит? Кто плачет? Рабыня, леди Топтим Простите меня за обезьянку Если Вы меня поэтому попросили остаться Дело не в обезьянке, леди Топтим Я прошу Вас кое-кому помочь Речь о Вашей рабыне, Лаур Я с ней говорила По какому праву? Неужели Вы нарочно так долго держите ее в кандалах? Да еще с ребенком Она пыталась сбежать Она лишь хотела вернуться к своему мужу Он хочет ее выкупить Разве не гласит закон Сиама, что раб должен быть освобожден, если за него предложена плата? Какое право наиметь жить счастливо с любимым, если я отомлюсь в неволе? Пусть остается там, где есть У Вас закон, а у меня король Постарайтесь это понять Мэм Ча Да, Ваше Королевское Высочество Что это за закон? Он касается и рабов короля? Конечно Закон для всех один Но я не понимаю, как закон может быть важнее короля? Объясните Извините Поговорим об этом в другой раз А сейчас мне надо увидеть Вашего отца Хорошо, Мэм Ча Мэм Да, Леди Тиан Разве можно ему спрашивать у Вас о таких вещах, о которых не сказано в книгах? Конечно Когда-нибудь у нас будет больше времени Извините, мне надо идти к королю Кстати, принц очень хорошо учится Ваше Величество Я должна донести кое-что до Вашего внимания Это касается... Зачем устраивать бурю из-за рабыни Леди Топтим? У меня и так из-за этого много неприятностей Значит, Леди Топтим Вам уже рассказала? У меня нет времени на обсуждение подобных вещей Не беспокойте меня Они меня не интересуют Можете идти Но, Ваше Величество Вы хотите знать всю правду А Вы слушали только Леди Топтим Наверное, рабыния, это не так уж и важно Почему Вы стоите у меня над головой? Я не понимаю Вчера ночью, когда я пригласил Вас поговорить о Моисее Вы стояли и надо мной И сейчас стоите Я не могу стоять всё время В нашей стране никто не может стоять выше короля Это знак неуважения В будущем ведите себя, как все подданные Я должна лечь на пол? Как все подданные Простите Я буду следить за тем, чтобы моя голова была не выше головы Вашего Величества Но падать ниц я не стану Вы очень упрямы, мэм Я никак не пойму, почему Ваше Величество Я просто не могу так работать Если мы наедине, то в этом нет необходимости Никто не может сказать, что я неразумный человек Дарую Вам эту милость Благодарю, Ваше Величество Но Ваша голова не должна быть выше моей Если я сижу, Вы тоже должны сидеть И так далее, и так далее, и так далее Я постараюсь, Ваше Величество Хорошо, можете идти Сначала я скажу, зачем пришла Ваше Величество, я считаю, что раб имеет право на Вашу справедливость И если король Сиама поддерживает жену, нарушающую закон, то это неправильно Я здесь закон И это становится известно всем неблагоразумным Жаль, что Вы так говорите, Ваше Величество Ведь это противоречит всему, что Вы желаете Вашей стране Откуда Вы знаете, чего я желаю В моей стране? Я знаю, Вы хотите, чтобы она развивалась И заняла достойное место среди других стран мира Вы сами придумали этот закон Но если Вы поставите Вашу волю выше Ваших законов То потерпите поражение Другие народы не будут доверять стране, где человек ставит себя выше закона Ведь при Вашем наследнике все может измениться Слово Сиама, его договоры имеют силу только пока Вы живы Мне не нравятся разговоры о наследнике Почему Вы устроили столько шума из-за какой-то рабыни? Прошу Вас помнить, что во дворце больше трех тысяч женщин Три тысячи женщин Это очень много шума Как я буду работать при таком шуме? То, о чем я говорю, важнее Ваше Величество Прогресс, которого Вы желаете, зависит не от обычаев и манер Главное – дух и суть А это признание того, что каждый человек имеет право на свободу и справедливость Под тенью закона И волен распоряжаться своей жизнью так, как он того пожелает Ваш закон даровал народу такое право Но закон должен быть один для всех И для раба, и для короля Возьмем ее, Величество, королеву Викторию Монарха Великобритании и Ирландии Могущественную владычицу британских колоний во всем мире И нашу любимейшую сестру Разве она не выше закона? Нет, Ваше Величество У моей страны много недостатков Но законы одни и те же для всех А в Соединенных Штатах президент Линкольн сражается за тот же самый принцип Похоже, прогресс в Америке кровавый Иногда за убеждения приходится драться А кто этот мистер Линкольн? Король Соединенных Штатов? Президент Что такое президент? Я не понимаю Это значит, что он избран Выбран своим народом, чтобы им руководить Мне это не нравится Он победит в этой войне? Никто не знает, Ваше Величество Как же его готовили к правлению, если он не рожден для этого? Президент никем не правит Он лишь следит за тем, чтобы законы, созданные людьми, соблюдались И, насколько я знаю, президент очень много учился Причем учился сам Это очень трудно Имею печальный опыт Я сам учил английский и другие языки В этом отношении я и мистер Линкольн очень похожи Однажды он кое-что сказал о прогрессе Когда выступал в школе Он сказал, что Боится Боится того, что мы склонны принимать за мудрость то, что есть только знания А прогрессом считать то, что есть только перемены Он сказал Настоящий прогресс должен быть как-то связан с человеческой натурой Корениться в человеческом сердце Кажется, мне нравится этот мистер Линкольн Почему он не побеждает войне? У него не хватает пушек или слонов, которые бы их перевозили? В Америке нет слонов Нет слонов? Нет, Ваше Величество Неудивительно, что мистер Линкольн никак не победит Мы напишем письмо мистеру Линкольну Сейчас, Ваше Величество? Сейчас, а когда же? Сейчас всегда самое лучшее время Но я хотела поговорить с вами о рабыне Пишите письмо мистеру Линкольну Хорошо, Ваше Величество Милостью высшей силы вселенной король Сиама Владыка всех внутренних платящих дань стран А также соседних во всех направлениях И так далее, и так далее, и так далее Его глубоко уважаемому Его глубоко уважаемому высокопревосходительству Президенту Соединенных Штатов Америки Кажется нам Кажется нам, что в леса Америки Надо выпустить Несколько пар молодых слонов мужского пола По нашему мнению Спустя некоторое время Их поголовье возрастет И обитатели Америки Ваше Величество Да Вы оговорились Пар слонов мужского пола Не перебивайте И обитатели Америки смогут их ловить Приручать и использовать как животных Ваше Величество Как я могу думать Слонов мужского пола? Мы с нашей стороны Подыщем слонов мужского и женского пола И будем отправлять вам по одной-две паре Верьте мне Преданный вам И так далее, и так далее, и так далее Все Можете идти Ваше Величество Я надеялась, что мы поговорим о рабыне Я закончил Всего доброго, мэм Всего доброго, Ваше Величество Я высоко ценю любезное предложение Вашего Величества Прислать нашему правительству Партию слонов Для разведения этих животных В нашей стране Но, к сожалению Юрисдикция нашего правительства Юрисдикция? Это означает Власть Юрисдикция 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 нашего правительства Более не простирается до южных широт Где размножение слонов возможно Однако наш народ Тепло благодарит Ваше Величество За предложение дружбы И желает Вашему Величеству И щедрому народу Сиама Милости всемогущего Бога Ваш добрый друг Авраам Линкольн Да, мне нравится этот мистер Линкольн Юрисдикция Юрисдикция Но слонов нет Я думала, что принц придет на ланч А он не пришел Наверное, ему одиноко Он не живет с мамой И даже не разговаривает с ней У него как будто нет мамы Ну почему так? Здесь такой обычай, сынок Мне показалось, что ему не очень интересно в школе Наверное, он о чем-то думает Надо бы с ним поговорить Мэм Мэм Его Величество желает, чтобы вы сейчас же к нему пришли Но мы только что сели за стол Его Величество говорит, что вы должны прийти немедленно Господи Мэм Прилично ли будет показать английскому вельможе некоторых из наших жен? Если бы Ваше Величество были в Англии Вы бы захотели увидеть красивейших женщин Но как показать их в таком виде? Туфель на ногах нет Он вернется в Англию и скажет королеве Виктории, что я варвар Почему вы об этом не думаете? Кто скажет, Ваше Величество? Сэр Эдвард Рампси Мэм, выберите самых красивых женщин из гарема Оденьте и научите держаться по-европейски Когда их надо подготовить? В субботе, к пяти часам по полудни Но это же через четыре дня Я не могу обучить их за четыре дня Мэм, неужели вы стали такой ленивой? Я не ленивая, я просто не могу Прошу, мэм, понять всю важность события Почему же ты не объяснил? Мэм Вы считаете меня варваром? Конечно нет, Ваше Величество Надеюсь, сэр Эдвард согласится с вами Положение в Сиаме весьма печальное И даже критическое Что случилось? Мои агенты в Сингапуре раздобыли копии писем Некоторых особо британскому правительству Они желают приобрести права на Сиам Или его части В этих письмах меня называют варваром Негодным на место правитель Сиама И говорят о необходимости установить Протекторат Это возмутительно! Я решил отреагировать официально Пригласив британского представителя Пусть сам увидит, варвар я или нет И сделает донесение вашей королеве Теперь вы понимаете Почему моих жен надо одеть в платье? Ваше Величество Может быть, впечатление будет лучше Если жены будут на приеме В своих обычных нарядах? Мэм, вы рассуждаете ненаучно Сэр Эдвард знает, что мы сиамцы Я хочу, чтобы он увидел, что мы еще европейцы Скажите, кому из этих девушек Больше подойдет европейское платье? Хорошо Давайте посмотрим Сон Клин, стойте смирно, мне надо приколоть Мэм, что за мужчина англичане? Я слышала, что у них дурной глаз Ужасные голубые глаза Мэм, которые смотрят в самую душу Чепуха, где вы это слышали? О, Боже! Что опять случилось? Я забыла, что на них почти ничего нет под юбкой А на вас что-нибудь есть? Конечно, Ваше Величество Мэм Не вижу разницы Разница есть, Ваше Величество Видите вы ее или нет Европейские дамы всегда носят белье Но если я не замечаю разницы Как ее заметит сэр Эдвард? Он может заметить Не заметит Мэм, каково ваше мнение? Все как надо? Я думаю, что все будет прекрасно Ваше Величество Могу я дать совет? Какой? Я думаю, что неправильно Что сведения о Сиаме доставляют только моряки и путешественники Я думаю, если вы попросите Сэр Эдвард поможет вам получить официальных британских представителей Они будут здесь постоянно В консульстве И будут писать правду в своих отчетах И раз уж сэр Эдвард здесь Не пригласить ли других людей Голландцев и французов Всех европейцев, которым можно разослать приглашение И попросить их сделать то же самое для своих стран Всех одновременно? Конечно Вы же хотите, чтобы все правительства знали Что вы пытаетесь делать? Слишком много гостей Займитесь прочими туалетами, мам Господи, это невыносимо Вы напишите приглашение на обед в субботу в 6 часов после полудня Воспользуйтесь списком европейцев, проживающих здесь Можете добавить кого-то от себя Имена сообщите мне лично Но, кажется, вы сказали Мы с благодарностью принимаем вашу идею Но важнее идея приема с обедом В вашем распоряжении Все рабы Они будут готовить и подавать блюда Вы должны их этому научить Более того, вы должны сами накрыть стол Чтобы все было в лучших европейских традициях Я сделаю все, что смогу, ваше величество Но я... Я докажу всем, что я не варвар Можете идти Это подойдет для сервировки стола? Прекрасно, ваше величество Ничего лучше я не видела Какая прелесть Подойдет для европейцев? О, да Но где ножи и вилки? Мэм, из чистого золота, мэм Суп и другие кушания, которые я распорядилась приготовить Палочками есть нельзя? Мэм, у вас есть эти вещи? Да, но не настолько... Принеси ножи, вилки, ложки от мэм Пусть сделают такие же из золота Времени нет, ваше величество Будут работать без сна, пока не сделают Они сделают Каждый получит по сто ударов палкой Все будет готово Мэм? Да, ваше величество Мне тоже надо пользоваться Ножом и вилкой? Желательно, ваше величество Хотите, я покажу, как? В этом нет необходимости Я обойдусь и без вашего урока Леди, займите ваши места И помните, вы должны сидеть на стульях до тех пор, пока его величество не представит вас А затем встать и поклониться Понимаете? Да, мэм Надеюсь, вы все сделаете правильно Сидите тихо, пока к вам не обратятся И ради бога, осторожнее с платьями ПОДПИШИСЬ! 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 Разрешите представить? Миссис Кортрайт и мистер Кортрайт. Мистер Кортрайт – редактор газеты в Сингапуре. Это та самая газета, где меня назвали лишним человеком. Я хочу с вами поговорить, мистер Кортрайт. Розовая вода. Наш обычай гостеприимства. Для чего вы нарядились лучше, чем все остальные? Чтобы я это заметил? Это так? Ваше Величество. Вы красивы. Очень красивы. Ваше Величество, позвольте представить. Мисс Элизабет Макфарлейн. Она только что из Англии. Брат мисс Макфарлейн – вице-губернатор Сингапура. Вы анекдот, мисс Макфарлейн? Простите, я не понимаю. Вы незамужняя женщина. Анекдоты и незамужняя женщина – не одно и то же. Одно и то же. Анекдот – это рассказ о любопытном событии, которого не было. О жизни замужней женщины – как раз такое событие, и поэтому любопытно. Я считаю, что это одно и то же. Но будем считать, что это забавный анекдот, мисс Макфарлейн. Никакой разницы. Мне кажется, мисс Макфарлейн хочет розовой воды, Ваше Величество. Какая его родина. Его Величество сделал интересное замечание Моисея, когда читал Библию. Моисей. Замечательный человек. Если помните, он написал в Библии... Моисей, история Сиама, внешняя торговля, ресурсы Сиама, Авраам Линкольн. Но, к сожалению, теперешняя юрисдикция страны и моего доброго друга мистера Линкольна неблагоприятствует размножению слонов, и мы решили, что идея неосуществима. Я не знал, что его Величество так хорошо осведомлен о положении Линкольна в войне в Америке. Хорошая мысль. Вот выражение, которое вы, надеюсь, поправите. Двор Сиама, благодаря внимательному изучению, осведомлен о всех событиях современного мира. А теперь, дамы и господа, рекомендую вам театральное представление. Оно об истории королевства Сиам, о древней и очень славной истории. Сиам, о древней и очень славной истории. Не сейчас, Ваше Величество, они уже отобедали. Если они не увидят салфеток, они решат, что я варвар. Господи, только не это. Почему вы не садитесь, если я сижу? У меня сегодня был очень утомительный день. У меня тоже, Ваше Величество. Уже совсем поздно. Очень тревожный день. Я очень волновался, будет ли успех. Знаете, почему я такой голодный? У меня болел живот. Очень болел. Однако, я скажу вам насчет разговора с сэром Эдвардом. Мы договорились с британским правительством относительно консульств и других вопросов, касающихся безопасности нашей страны. Я очень доволен. Я тоже, Ваше Величество. Очень. Я... Я надеюсь, вы примете мой скромный подарок в знак благодарности. Это вам. Ваше Величество, вы очень щедрые. Я буду его беречь. Проголодались? Ужасно. Тут хватит на двоих. Странно. Как думаешь, где все? Может, они просто опаздывают? Странно, что они все опаздывают. Кажется, происходит что-то необычное. Может, и школы сегодня не будет? Попробую узнать, что происходит. Можно мне покататься на пони? Если хочешь. Ну, возьми с собой мунши. Добрый день, сэр. Леди Тиан, творится что-то странное. Я буду очень признательна, если вы мне объясните. Почему вас интересует это, а не школа? Потому что это сказывается на школе и на мне. Почему вы пришли ко мне? Потому что думала, вы знаете. Вы не говорили, что я вам сказала? Конечно, нет. Нашли леди Таптим. Таптим? Разве вы не знали, что она сбежала из дворца? Нет. Но она давно не ходит в школу. Как она могла выйти из дворца? Переоделась в одежду послушника монастыря, которую ей кто-то дал. Где ее нашли? Не знаю. Знаю только, что когда ее привели обратно, во дворец, с ней был молодой монах. Что это означает, леди Тиан? То же, что означало всегда. Когда будет суд? Ее уже допрашивают. То есть суд уже начался? Это не одно и то же. Но суд будет? Я больше ничего не скажу. Думаю, будет лучше, если вы вернетесь в школу. Спасибо, леди Тиан. Другие послушники из моей келью знали, что я женщина только сегодня утром. Они были со мной все время. Если они не знали, что я женщина, как мог узнать он? Они подтвердят, он не знал. Почему их здесь нет? Этот человек дал вам одежду послушника, в который вы сбежали из дворца. Вы пришли в его келью и были с ним, пока вас не нашли. Вы сами признаетесь? Или мы заставим его это сделать? Нет! Стойте! То, что я говорю, правда. Он ни при чем. Ни в чем не виноват. Я пошла в монастырь, потому что больше некуда было пойти. Но Фрапалат не узнал меня ни тогда, ни потом, хотя знал меня с детства. Я была с ним обручена до того, как меня отправили в дворец. А когда меня отправили во дворец, он стал монахом и совершенно забыл меня, как будто и не знал никогда. Он думал, что я ушла навсегда за дворцовую стену. Он учил нас каждый день. И я успокоилась, радовалась, потому что была рядом с ним. Я уже не хотела быть для него никем, лишь бы находиться рядом. Только бы быть рядом. очень красивая история. И вы прекрасно ее рассказываете. Хотя, конечно, верит в нее только один человек. Итак, начнем сначала. Вы пришли к этому человеку, потому что любили его. Нет. Вы жили в его келе как женщина. Спросите остальных, они скажут правду. Вы заставили его нарушить священный обет. Признавайтесь. Нет. Ни за что. Ни за что. Перестаньте. Сейчас же перестаньте. Она говорит правду. Вы сами знаете. Почему не зовете других послушников? Вам не нужна правда. Я пойду к королю, а ее у вас забираю. Мы будем ждать. Мэм предстоит еще много узнать. Ваше Величество, прошу меня извинить. Это дело огромной важности. Оно касается леди Топтим, Ваше Величество. Неужели ни одну позорную для меня тайну нельзя скрыть? Уходите. Все. Вон. Будет лучше, если вы поймете, что это дело вас не касается. Оно касается. Очень касается. Из-за нее. Но еще больше из-за вас. Ваше Величество, я уверена, если бы вы знали, что она любит другого, вы бы не допустили, чтобы ее сюда привезли. А теперь ее заставляют признаться в том, чего не было. Ее пытают, несмотря на показания свидетелей. Вы напрасно теряете время. Но вы ведь прикажете выслушать свидетелей. Это мое дело. Но вы должны. Когда будет суд? Я больше не хочу говорить об этом. Вы не можете отказать ей в суде. Должен быть закон. Я есть закон. Этого я и боялась, Ваше Величество. Умоляю вас не мстить несчастной девушке. Иначе вы разрушите все, что сделали. Все, что построили для вашей страны и самого себя с таким трудом, вопреки всему. И никогда не сможете ничего вернуть. Как вы можете верить в то, что делаете, или просить других верить в вас и страну, которую представляете, если вы сами знаете? Это одно притворство. Вы и пальцем не пошевелите ради вашего народа и человеческого прогресса. Это все ложь, чтобы скрыть капризы, гнев и самодовольство. Вы зашли слишком далеко. Эта девушка задела ваше тщеславие. Только ей всего. Вы ее не любите. Она не разбила вам сердце. У вас его нет. Вы никогда никого не любили. Варвар! Вы никогда не изменитесь. Останетесь варваром до самой смерти. Мэм, как вам понравится, если я заставлю вас смотреть на то, что я сделаю? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Он не согрешил. Он не сделал никому ничего плохого. Мы не согрешили. Мы не согрешили. Мы не согрешили. Прощайте, Мэм-Ча. Прощайте, принцесса Ват. Прощайте, Мэм-Ча. Прощайте, принцесса Фатана. Прощайте, Мэм-Ча. Прощайте, принцесса Самава. Прощайте, Мэм-Ча. Прощайте, принцесса Мавана. А где принц Чулалонкорн? Не захотел прийти. Мэм-Ча. Принцесса. Я всегда буду горевать, что вы живете среди этих англичан. Я никогда вас не забуду, принцесса. Прощайте. Ну, вот и все. Сделай что-нибудь еще, мама. Что ты собираешься делать, Лэй? Хочу попрощаться с принцем. Странно, что он не пришел сегодня. Да, он смешной. Хорошо, сынок. Только недолго. Добрый день, сэр. Добрый день. Мы хотим вам кое-что сказать, Мэм. Пожалуйста, садитесь. Вы готовы? Добрый друг и учитель, пожалуйста, не уезжайте. Вы нам очень нужны. Без вас мы как слепые. Не дайте нам погрузиться во тьму, но продолжайте честно и искренне заботиться о нас и вести по правильному пути. Любящие вас, ученики. Спасибо. Спасибо. Вы не представляете. Вы... Субтитры добавил DimaTorzok Леди Тиан, я пришла, потому что в последнее время почти вас не видела. У меня такое чувство, что вы меня избегаете. Я не хочу так уезжать. Я понимаю, что потерпела поражение, но надеялась, что мы стали добрыми друзьями. Если по какой-то причине... Мэм хочет, чтобы я сказала, что она не потерпела поражение или желает услышать правду? Правду? Конечно. Эта комната не совсем подходит для того, чтобы мэм говорила в ней о своем поражении. Мэм посмотрела на стены. Они очень красивые. Но вы все же не посмотрели. Они рассказывают историю каждому, у кого есть глаза. Я попросила их расписать. Это стройное деревце похоже на меня, когда я была молода и стала первой женой моего господина. Он – это большое дерево. Я счастлива. И как видите, кругом, всюду цветы. Они – счастье, растущее в нашей тени. Но здесь, между мной и моим господином, начинают расти другие деревья. Такой обычай. У короля должно быть много жёна. А здесь, мой господин, король, большое дерево, растёт очень быстро, очень высоко, стараясь достать до звёзд. Но ветви голые. На них нет зелёных листьев. Они не создают тени от солнца. Видите? Цветы почти исчезли. А деревце, то есть я, опустила ветви и увяла. Я не могу помочь ему. А здесь, я вижу, рядом со мной растёт совсем маленькое деревце. Это мой сын. Принц, который станет королём. Видите? Земля стала совсем бесплодной. Солнце очень жестоко. Я стараюсь накрыть его тенью. Но я очень мала, потому что я всего лишь женщина. Я стараюсь, но не знаю, сумею ли. Но вы ещё не закончили. Нет. Я не знала, каким будет конец. А теперь знаю. И не хочу, чтобы его нарисовали. Я не могу ему помочь. Это дерево не станет лучше любого другого. И в этом ваша вина, мэм Оуэнс. Вы должны были ему помочь. На это я надеялась. Ему нужна такая любовь, какую вы дарите вашему сыну. Это ему нужно. Я за ним наблюдаю. Он мог бы вырасти нежным и добрым. И счастье в этом, а не в уроках. Всё это могли бы дать ему вы, а я не могла. Вы его предаёте. И я буду помнить вас как предавшую моего сына. Каждый раз, когда буду смотреть на моего сына, пока я жива. Моего сына. Мэм Сахиб! Мэм Сахиб! Только неверный может присылать подарки, когда такое горе. Всё надо продать. Я этим займусь. Посмотрим, Мунши. Добрый день, мам. Ваше превосходительство. Вам сегодня уже лучше? Намного лучше. Присаживайтесь, Ваше превосходительство. В другой раз, мэм. Сегодня я здесь как официальное лицо. Мне приказано вам кое-что прочитать. Вы готовы слушать, мэм? Да. Непредвиденное несчастье, горестное событие, повлекшее за собой смерть чудесного мальчика, вызвало великую скорбь его величества и королевской семьи. Поскольку мальчик этот был любим всеми, как будто он был членом названного семейства. В знак сожаления о том, что события столь печального свойства происходят с теми, кто заслуживает лучшей участи, 12 сентября объявляется днём скорби для всей страны и будет отмечаться с фейерверками и прочими церемониями, как в честь члена монаршей семьи. Кроме того, с сегодняшнего дня мэм Анна Оуэнс будет носить титул «Леди Круяй» – Королевства Сиам в знак печали и уважения народа нашей страны. Маха Манкут – Король Сиам. Он долго писал это письмо, мэм. Переписывал много раз. Очень любезно. Мэм, пожалуйста, постарайтесь понять. В этом письме король пытается сказать, что он не только переживает из-за гибели вашего сына, но и сочувствует женщине. Что он был неправ, что вы говорили ему правду, и что лучше этого ничего нет. Король сказал вам очень много, мэм. Это первый раз, когда он попытался извиниться перед другим человеком. Пожалуйста, поблагодарите его от моего имени. Мэм Сахиб, как можно с этим мириться? Неужели это надо терпеть ради Луи? Фейерверки? Они проводят религиозные церемонии, если вы слышите. Слушай! Мэм, можете идти. Мэм Ча, Ваше Королевское Высочество, я пришёл, я хотел спросить. Вы помните это? Когда мы прощались друг с другом, он мне его подарил. Я думал, что, наверное, вы хотите получить его обратно? Нет. Луи подарил его тому, кому хотел. Думаете, я могу оставить его себе? Да. Мэм. Да, Ваше Королевское Высочество. Я не подарил Норлеку, так я называл Луи. Я не подарил ему ничего. Но есть кое-что, что я хотел бы ему подарить. Он белый. Не весь белый, конечно, но белее всех остальных. И он мой. У меня не так много своих вещей, таких, которые бы я мог подарить. И если вы можете принять мой подарок, то может быть... Может быть... Что это? Мой слон. Он почти белый, и... Ты любил Луи, правда? Он подарил мне нож, и радовался бы, если бы у вас был помощник. Я думаю, что это очень сильный слон. И он мне очень нравится. Но если вы подарите мне этого сильного, доброго слона, кто будет за вами смотреть? Вы растете так быстро. Вот и рукава у куртки уже короткие. Кто-то должен смотреть за вами. Мэн. 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 Вы за мной посылали, Ваше Величество? Да, я... Я посылал. Что случилось, Ваше Величество? Я... Мэн, врачи, которых я к вам посылал, говорят, что вы не принимаете снотворное. Отдых необходим? Я не понимаю, почему вы так упрямитесь? Простите. Боюсь, что я... Я хочу, чтобы вы, Ваше Величество, знали, что я очень благодарна за всё то доброе, что вы сделали после смерти моего сына. То, что я делаю, это не важно. Это всё, Ваше Величество? Нет. Это не всё. Я хочу поговорить с вами о другом деле. Мэн, я с каждым днём всё больше отстаю от работы. С каждым днём становится всё труднее. А это приводит к путанице, усталости и так далее. Например, очень важно понять, почему в учебнике географии сказано, что у нас абсолютная монархия. Как я могу быть абсолютным, если я чего-то хочу, а получается наоборот, вопреки моему абсолютному желанию обратного. География. Каково ваше мнение, мэм? Не знаю. Я... Не важно, это трудный вопрос. Я также думаю о том, стоит ли посылать делегата, экспозицию и так далее на выставку в Париж. Каково ваше мнение? По-моему, это прекрасная идея, Ваше Величество. Мэм, не надо высказывать своё мнение так быстро, не подумав. Может быть, у французов какая-то тайная цель? Почему вы не подумали об этом? Мэм, будет полезно, если вы просмотрите корреспонденцию с этими сомнительными предложениями. Сам я для этого слишком занят, а кроме вас никому не доверяю. Это очень важно, мэм. Каким будет ответ? Я не могу, Ваше Величество. Мэм, неужели вы забыли, что работа всегда лучшее лекарство? Я знаю, но не могу. Я не могу больше писать письма и давать советы. Я бы хотела, но не могу. Что же вы собираетесь делать? Вы не уедете? Не знаю. Я не могла ни о чём думать. Я бы хотела и дальше учить в школе. Больше я ничего не могу. Я хочу остаться в моей школе. Но, мэм, только учить в школе. Я думаю, что... Мне нужны дети. Только дети. Хорошо, мэм. Но если вы будете делать другую работу, например, писать письма, то это предусматривает увеличение жалований. Хорошо, мэм. На сегодня всё. К завтрашнему уроку географии можете не готовиться. Его Величество зашёл с нашим учебником географии слишком далеко. Будем ждать, когда привезут новые книги. У меня всё. Можете идти. Если кто-то хочет остаться, чтобы задать вопросы... Мэм. Да, Лак. Его Величество просит. Я же сказала. Мэм, он занимался корреспонденцией и вдруг разгневался. Я не знаю, почему. Он говорит, что не может делать это один. Что никто не говорит ему правды. Что никому нельзя доверять. Он говорит... Мэм, если вы не придёте, мне будет очень плохо. Мэм, вы должны идти. Скорее, мэм. Пожалуйста, оставайтесь на местах, пока я не вернусь. Он работал до поздней ночи. Я думал, что он уснул, как это с ним часто бывает в последнее время, и не стал тревожить. А он заболел. Тяжело заболел. Он позвал нас, но мы опять должны ждать. Может быть, в последний раз. Мэм! Мэм! Да, Ваше Величество. Почему вы не пришли раньше? Я хочу с вами говорить. Простите. Простите, простите, простите. Садитесь, мэм. Вам сейчас нельзя говорить, Ваше Величество. А я буду говорить. Времени осталось мало. Я умираю, мэм. Нет. Не говорите глупостей. Я знаю, умираю я или нет. Вам не надо лежать здесь. Нельзя ли перенести вас в вашу комнату? Нет, я хочу остаться здесь. В комнате, где столько знаний, я перестал думать о смерти. Я думаю о многих других вещах, лёжа здесь. Я думаю о вещах, которые должен был сказать вам. Вернее, когда я думаю, что, может быть, больше вас не увижу, я записываю мысли. Я думаю, будет лучше, если он прочтёт их. Ты будешь слушать, мой старый друг? Там есть слова и для тебя. Я слушаю, Тунграмон. Я думаю, не так уж важно, что человек умирает. Ибо настоящее созидает время, а не человек. Я думаю, важно вспомнить о тех, кто больше всех помогал. Слова, слова, слова. Я хочу сказать, вы... вы говорили мне правду. Всегда. Даже тогда, когда я не хотел её слушать, вы всегда имели смелость говорить, что я неправ. вы направили детей по прекрасному пути познания, и, значит, всегда думали о них с любовью. Больше, чем их настоящие родители. Включая меня. И если кто-то из них вырастет и станет лучше родителей, то это ваша заслуга. А в награду за это что я сделал? Я часто срывал на вас срывал на вас мой гнев. Никогда не говорил слов благодарности. И даже не дал обещанной прибавки к жалованию. Я не хочу умереть, не сказав, что благодарность и и огромное уважение и доверие к вам становились больше с каждым днем. Мэм, если я и не говорил вам любезных слов благодарности, то вы должны помнить, что вы были очень сложной женщиной. Намного сложнее, чем большинство большинства. Хорошее слово. Оно означает... Оно означает... Неважно. Настоящий прогресс коренится... И так далее. И так далее. И так далее. Продолжение следует... Он так старался. Об этом никто не знает. Ему было так трудно принять постороннюю помощь. Он хотел, но не мог. А иногда он был как ребенок. Помните ножи и вилки? В тот день он даже заболел, так волновался. Никто не знал, как он переживает. Никто не понимал. Никто. Кажется, это было давно. Я хотел, чтобы вы поняли этого человека. я бы не смог сказать так же хорошо. Что теперь будет? Все его труды. Я думаю, теперь вы будете очень нужны молодому принцу. Подразумевалось, что вы останетесь и будете ему помогать. и она может быть. Я знаю, Да будет провозглашено наше первое послание нашему народу. Но не так, будто мы делаем нечто великое и благородное, мы делаем лишь то, что правильно и необходимо. С этого часа древний национальный обычай падать ниц упраздняется. Все должны стоять перед королем и друг другом так, как подобает людям. Пусть это станет духом моего послания. Пусть это станет первой из многих перемен, которые мы надеемся осуществить, как только они станут возможными. Ибо я верю, что этого хотел от нас мой отец, покойный король. Ибо я знаю, что это правильно и необходимо. Мы должны жить и работать вместе в любви и уважении друг к другу. Именно так должно быть, если мы хотим вместе трудиться на благо нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...